Пока я сегодня сидела, вот писала сегодня обзор, на кофе я записала обзорчик, на печеньки Орео и на конфетки. Это уже вот вскрыла. Пока я писала спокойно себе обзор. Сегодня у нас пошел снег. И как вы думаете, почему сегодня у нас пошел снег? Потому что Женя устроился на работу наконец-то. И у нас сегодня пошел снег. Сейчас я вам со стороны сына покажу, насколько это все красиво. Захожу вот к сыну в комнату. И как всегда, клеенку у нас вытащил он ее. Я уже даже не знаю, ее может по краям привязывать что ли. Я просто уже боюсь веревкой. Здесь у него тоже безобразие. Он всю простынку повытаскивал. Зачем ты ее вытаскиваешь? Я тебя спрашиваю, зачем ты ее вытаскиваешь? Он меня тыкает на пальцем. Ба-ба. Да, батюшке лежит она тут. Что это такое сына? Зачем ты ее вытаскиваешь? Может, тебе еще матрас убрать? Убрать матрас? Может, он тебе тоже не нужен? Ты его тоже пытаешься вытащить всячески? Да. Да? Тебе надо не просто какую-то простынку, да? Я так понимаю. Тебе надо прям чехол на матрас. Чтобы его было невозможно вытащить, да? Или мне надо простынку прям пришить к матрасу? Да. Дима, как и в детстве. У некоторых было так, что игрушки приделаны к полу. Чтобы их не разбрасывали, да? Не перетаскивались в комнату. А тебе надо простынку пришить к матрасу. Да? Да. Так. На улице у нас... Кстати, у сына очень тепло здесь. Хотя мы не утепляли. Здесь вообще, смотрите, классно. Просто классно сегодня. Пошел снег. Господи, какое у нас число сегодня. Наверное, 20 ноября, по-моему. Где-то около этого. Вот у нас вот молодежь тусуется. Смотрите, какая красота. Идет снег. Еще начала с утра, да, записывать обзор на кофе. Ну, смотрю, так летит себе. Летит снег. Думаю, ну и фиг с ним. Пускай летит себе на здоровье. Думаю, ну сейчас он выпадет и растает сразу. Думаю, как-то вроде рано еще. Вот. А потом записала обзорчики. Встаю. Ба! Смотрю, а там все белое-белое. Офигеть. Классный сын. Сегодня попрохладнее. Вчера вообще было тепло. Вот тут у меня сын вчера гулял. Сегодня тоже будет гулять. Вот она и я. Я вам давно не показывалась, наверное, уже. Несколько роликов я снимала без себя. Потому что я немножечко болею. Мы болеем тут все. Ну и все. Дима, слава богу, не болеет. Мы с Женей болеем. Особенно с Женей. Я лечусь, лечусь, лечусь. Но бесполезно. Я все равно заболеваю. Мне все равно приходится выходить на балкон. И я снова заболеваю. Вот сегодня приходил у нас замерщик. Замерял нам кухню нашу. Мы приглашали замерщика из компании Prestige. Как-то она там компания. Да, фирма называется Prestige. Очень хорошо замеривал все. Знаете, так профессионально. Где вот там уголок. Он поставил, где тут вот. Поставил свою папку. Я как-нибудь примерно покажу вам, как это делается. И сравнивал, ровный угол или нет. А предыдущая замерщица приходила, такого не было. Она замерила, и ушла. А он все прям конкретно там под вытяжкой. Сколько сантиметров вытяжка с одной стороны, с другой стороны. Там не вытяжка, а окошечко этой вытяжки. За холодильником. Холодильник с одной, с другой стороны. Там микроволновку. Все, просто прям замерял. Прям просто превосходно. И честно, я никогда не думала, что настолько можно все замерять. И этим метром он работал очень профессионально. Я тоже люблю очень мерить, замерять. Но теперь, благодаря ему, то, что я увидела, как он замеряет. Я знаю теперь, как еще можно лучше замерять. То, что там гнется этот метр. Говорю, ну, я думала, он должен согнуться, потому что он там складывается в рулеточку. По-другому никак. Я думала, поэтому. Ну, там, блин, так классно. Я честно, пожалела, что я камеру не взяла. Я думаю, ну, господи, придет замерщик. Думаю, сейчас там померяет и уйдет просто. А он все рассказал, все показал. Сразу зашел, сразу сказал, у вас стены неровные. Я говорю, знаешь, вы, наверное, такой профессионал, что сразу увидели, что стены неровные. Я вообще не замечала, сколько я там уже живу. Я этого вообще не замечала. Да, я знаю, что бывают стены неровные. У мамы на квартире, у нее на кухне стены неровные. То есть, она вот... Так, где вам тут показать? Как бы вот идет стена, стена, стена. Так, нет, не так. А вот. Стена, стена. Потом так бугородчик. Ямка, вернее. И дальше стена. И это видно, заметно. Ну, вот. Ну, как бы, заметно, наверное, больше стало, когда повесили ящики. То есть, кухонный гарнитур стал заметно. А так, в принципе, ну, не особо у нее было заметно. Да. Ты-ты-ты. Ты-ты-ты. А что там вытащил что-то? Я не пойму, за веревку у тебя. Странная там. Что ты хохочешь? Вот. И сегодня у нас с вами привезут плиту, духовой шкаф и варочную панель. На нее обзор, не знаю, сегодня, может быть, будут делать. Часть сегодня. И часть, когда ее поставят, установят, мы ее с вами включим. Все посмотрим. Там, что, как. Сегодня первая часть будет, как она в упаковке приезжает. Посмотрим. Ну, это все будет в одном ролике, естественно. Там не два ролика. Там или не 20 роликов, где вам придется искать продолжение. Нет. Будет все в одном ролике. Вот. Посмотрим. Я даже еще не представляю, как она приедет. В чем она приедет. Вот. Я пока что первый раз заказываю панель. Ну, духовку и панель. Они вместе. Вот. Все потом там вам расскажу. Покажу. Вот. Сегодня мы их ждем с 12 до 6. Вот. Время уже почти там, сколько оно, доходит 12. Я включила звонок на телефоне. Буду ждать. Вот. И до 6. Надеюсь, что они приедут пораньше. Чтобы уж их встретить. А то, когда, знаете, ожидаешь, ждешь кого-то, то это тяжелее. Сидишь, как на пороховой бочке. Ничего не сделать, не записать в мастер-класс. Потому что начнешь записывать. И вдруг какой-то звонок. Кто-то пришел. Там что-то неудобно. Не люблю ждать. Вот. Так же, когда человека ждешь, тоже сидишь, как на пороховой бочке. Когда же, когда же он придет. Когда же. А человек, да, да, я иду, иду. А в итоге не идет. Тоже много раз с этим сталкивалась. Там, ну, не можешь, ты не успеваешь. Ну, блин, позвони. Напиши, в конце концов, смс-ку. Сейчас телефоны у всех такие, то, что можно читать смс-ку. Сомневаюсь, что есть у кого-то старый телефон, который принимает только английские буквы смс-ки. Так. Что я хотела еще вам сказать. Да, я провела обзорчики сейчас. Они выйдут тоже постепенно. Друг за дружкой будут выходить. Еще у нас с вами остался обзор паштета из Фиг Прайса. Не знаю, может быть, на днях я его сделаю. Затянулось все это у меня. Вот. И покажу вам давайте еще немножко, что же у нас там на улице творится. Сейчас я попробую окно открыть. Открывайся. Ой, ветерок. Вот поэтому я и заболеваю постоянно. Смотрите, какие веточки. Идет, 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 идет снег. А снег идет, идет, идет. Еще такие деревья, зеленые, желтые. Да, так вообще. Пока вам сейчас писала, там куча людей ходила вот в этом месте. И все глазами обращала на них внимание. Думаю, блин, надо вам скорее показать, что у нас тут люди ходят, гуляют. Как только начало снимать, все. Все сразу поисчезали. Так, там кто-то у нас спукнул. Хорошо очень. Дом. Ой, все, я закрываю. Очень холодно, не могу. Сейчас я. Опа. У-у-у, замерзла. Опять я заболею. Не могу никак вылечиться. Ужасно не могу. Там у нас, кстати, палисаник. Как-нибудь мы зимой и летом тоже обязательно пойдем в этот двор. Обязательно я вам покажу, какой у нас классный двор. Особенно вот за этим деревом. Там очень классно. Мне так он нравится. Вот, очень мне вообще нравится, куда я переехала. Что дом находится не где-то посреди дороги. Или там трассы. И у сына тут довольно тихо, спокойно. И у меня там в комнате тоже довольно хорошо. Пересыпала кофе. Блин, ну просто странно смотрится. Внутри кофе на дне осталось, как будто было мокро. Там. Блин, просто странно. У него я сделала обзор. Рука трясется. Ой-ой, трясется рука. Ладно. Короче, вот, на нее я сделала обзор. Он выйдет отдельно. Вот. Такой вот. И хотела я сейчас накормить Диму. Он у меня на улице. Пока я собралась идти готовить смесь, думаю, что-то стало тихо. А он там спит. А, еще у меня, кстати, цветочек распустился. Один вчера, кстати, упал. Он еще не успел распуститься, но он упал почему-то. А этот, смотрите, какой классный. Он уже распустился, он уже, это, обратно заходит. И там он сбоку, увидите, еще один. Вот. Сейчас мы пойдем, посмотрим Димочку. Вот у нас время обеда. Три часа уже. Завтракал у меня в десять. Я ему немножечко уже давала попить смеси, но он чуть-чуть попил и отказался. Типа сытый. Вот. Я его отправила гулять. И вот он уже все разбросал здесь у меня. И вот он там лежал, перебирал погремушки свои, болтал. И уже спит. И вырубился. Здесь у него только руки голые. Но я сегодня закрыла окно, чтобы он... Потому что если вдруг он будет плакать, чтобы он не надышал с холодного воздуха. Потому что вчера мне пришлось вместе с ним сидеть там. И вечером у меня очень сильно горло разболелось. Я там... Хоть там и тепло, но я подмерзла. Вот. Сегодня он уже почти не плакал. Чуть-чуть там порявкивал так. Но я решил закрыть. Вот. Завтра уже можно будет, наверное, с открытым окном. Чтоб он именно прям воздухом свежим таким подышал. А сейчас, я не знаю, он уснул. Не знаю, готовит мне смесь. Не готовит. В принципе, если сейчас его накормлю, то он проснется, он спать больше не будет. Я узнаю. Вот. И с другой стороны, он голодный. Тоже не хочу, чтобы он спал голодный. С целью ему не знаю даже, что делать. Наверное, подожду. Пускай он снул, поспит. Немножко. Там довольно тепло. И ручки не должны замерзнуть. Вот. Не на улице прыгаю пока не берем. Ну, в любом случае, я чайник поставила. Ты остынешь, ничего страшного. Вот так он спит. Он, кстати, сегодня вот мы надели носочки от этого комбинезончика. Я нашла вчера. Вот. Ножком тепло. И зимой я его буду прям этим пледом накрывать. Укутывать. И зимой там в холодные зимние деньки он будет спать у меня на лоджии своей. Своей собственной лоджии. Вот. И сейчас я думаю, вот эту вот клеенку. Сколько я не складывала. Он ее все равно бросает. Она уже, видите, вся потрепалась. Которую я покупала в зиме. Я, кстати, упаковала за 500 рублей. Казалось мне, что она прям толстая такая. И он ее постоянно вытаскивает. Она ее сминает. Видите? И она уже мягкая. У них так она уже из этих вот мятин из этих вот мятин потом появляется... А вот она. Вот она появляется дырочка. Вот она, видите? Дырочка появляется. Она, в принципе, она толстая. Кажется такой толстой, но... Не знаю. Я ее хочу, наверное, пришить к матрасу. Потому что он ее постоянно вытаскивает. Вот, видите? Он, в принципе, простынку не снял, но каким-то образом по уголкам. Вот тут вот. То есть она на уголки крепится. Эту клюенку каким-то образом снял. То есть вот только видно вот тут чуть-чуть. Видно. И тут матрас видно. Каким-то образом снял и выкинул. И тут все помял. Вот. Уже, честно говоря, когда каждый день начинаешь заправлять эту простынку, устаешь. Я уже начинаю уставать. Вот. Поэтому, я думаю, наверное, я ее пришью. Вот так сейчас вот по бокам. И сверху вот эту вот простынку. Простынку пришивать смысла нет, конечно. Все сложно. Он ее испачкает. Стираешь новую, надеваешь. Не знаю. Прям какой-то кошмар. Хорошо бы какую-нибудь, конечно, простынку сшить, которая чехлом оденется и все. Ну и, естественно, без клеенки. Тоже плохо. Там где-нибудь пописится. Там еще что. Матрас мокрый. Уже не то. Вот. Посмотрим, что он там у нас. Он у нас спит. Сладким сном спит. Вон. Видно его, смотрите. Подняла повыше. Ой, спит. Шапку пытался содрать. Рывикнет, малыш. Там даже ротик открытый. Спит. Я же думала, он не уснет уже. Прихожу, слышу, он там болтает. Болтает вовсю. И, видать, пока болтал, вырубился. Хорошо. Сай поспит. Сейчас поспит немножко. Я как раз смесь заварю. И его покормлю. Он еще погуляет немножко. Ну вот, Димочка кушает. Сам проснулся. Мама сразу прибежала. Смесь ему дала. Лежит, пьет. Теплую, горячую смесь. Молочко. Да, Дим? Сейчас смесь попьешь, спать ляжешь. Хотела проветрить, но, блин, так холодно. Горло болит, начинает. А выйти не дает мне с открытым окном оставить. Его, видимо, попугает еще пока, что окно открытое. Я хотела на распашку. Сейчас звонили. Плиту привезут не сегодня. Привезут завтра, потому что не приехала машина. Видимо, из-за этих вот, из-за снега, наверное, зимнюю шину еще не одели. И машина сегодня не приехала. Так вот, будем ждать завтра. Хотя, я думаю, шину одеть не проблема. Не целые сутки же я не буду ее одевать. Придется нам и завтра еще сидеть дома. Да? Хоть будет так вот звонить заранее людям. Как ты пьешь, расскажи. Дима спал. Да, спал Дима. Мама пришла Диму кормить, а Дима опять спит. Как всегда. У нас каждый день с тобой так. Мама идет с кашей кормить Диму, а Дима спит. А Дима спит, да. Маме приходится ждать, пока ты поспишься. И потом тебя кормить. Ты же по-другому не можешь. Если он тебя разбудит, то все. И потом не заснешь. Также после прогулки. Домой в комнату занесешь, положишь. Разденешь, положишь в кроватку. Пойдешь с ним и сделаешься. Возвращаешься, а он дрыхнет. И каждый раз так разбудишь, все, не спит больше. Да, козявка? Что-то у тебя там на носу, не пойму я. Козявки какие-то лежат. Лежишь, спишь, да. Тепло. Я помню, маленький он поменьше был, тоже выносили на балкон. Первый месяц выносили. Это не месяц, а спустя месяц вернее, да. В коляску его клали летом. Открытый балкончик был. Спал там. Потом зимой выносил он. Спал. Положил, помню. Он засыпает на свежем воздухе. А тут перестали выносить, да. Ты привык бегать, да. Бегать привык. Сидеть, бегать, да. Мама рядом была. А тут мама болеет. Не может. Да, как маленький олененок пьешь. Ты не отвлекайся, пей, пей. Пей, пей, козявка. Пей, пей. Покушаешь и спать ляжешь. Да. Надо почаще тебя выносить. Ну да, наверное, непривычно. Тут вот я вынесла эти коврики. Не буду пока их класть. Надо их в мешок куда-нибудь сложить. Пей, пей. Потому что он их разбирает. Вот, в принципе, разобранные. Они по всей квартире у нас валяются. Собираешь потом. Тут вот игрушки, цветы. У нас весенний букет. Сетки сняли. А мы с вами, кстати, их мыли. Здесь стульчик. Горшочек пока что вынесла. Потому что он тоже его разбирает, шевыряет, обоихся ломает. Он его рано. Еще ему заранее купила, пока была в магазине. Вот. Такое вот узимое. Такая лоджия. Здесь, кстати, за лоджией там есть дверь. Туда вот, в ту. То есть, ну, она заделана. Не помню, чем. Вот. С этой стороны, не знаю. Может, тоже. Хотя, навряд ли, там уже другой подъезд. Да? Дима кушает. Все. Дима покушал. Дима покушал. Да какие у него щеча. Хомячок. Ты хомячок маленький. У тебя руки не мерзнут. Губу сосешь. Соски нету, да? Мама тебя рано от соски отучила. Ты губу сосешь, да? Хомячок маленький. Да.